Художественное творчество Я хочу сказать, что вот сейчас не проходит такого дня, где есть столько мест, где выставочные залы и импровизированные, и муниципальные, и дома художников, и где сейчас работают выставки, особенно сейчас на Новый год и после Нового года. Это, в принципе, здорово. Но сегодня у нас в разговоре будет три выставки, которые у нас прошли последнее время в Николаеве. Это моя собеседница Наталья Сапак, искусствовед. Мы давайте посмотрим, что это такое, и немножко оттолкнувшись от того, что мы увидим, немножко поговорим о том, что такое художественное творчество у нас в Николаеве. Чем они объединены, эти три выставки? Тем, что они благотворительные. Вот это очень здорово. Когда-то, где-то года три назад, я был на Кенбургской косе, на пленэре, которую организовал господин Дюмин, предприниматель. Там всегда присутствуют художники, и не только Николаевские, но и из соседних областей, из Одессы, из Херсона. И так сейчас вот случилось. Обычно он туда зазывает художников, когда там уже отдыхать нельзя, когда уже довольно холодно. А в этот раз вообще был шторм такой, они еле туда добрались с риском для своего здоровья. И там находились, и я знаю, что в это время все равно им было хорошо. Поесть было, что времени достаточно, простору сколько угодно, и творческая фантазия там играла по-настоящему. Вот давайте посмотрим сюжет с этой выставки, который был в муниципальном выставочном зале. Представлены работы художников из Николаева, Иваницкого Андрея, Молкова Мария, Меркулова. Херсонцы здесь были, Гончаренко, Одесситка и Летова Екатерина. Давайте немножко порассуждайте, Наталья. Ну вот я хочу сказать о том, что выход на природу или выезд, это для любого художника очень важный момент, потому что это подпитка информации, впечатлениями, а потом это великолепная такая, знаете, творческая лаборатория природная. И вот эта выставка наглядно как раз показывает. Вообще очень приятно, что на выставке вот показаны работы, ну собственно участниками пленера Экинбургского были и опытные художники, ну вот например, как Татьяна Купцова, известный художник, или же та же Маша Молкова. И относительно вот молодые, как например Андрей Иваницкий, я говорю сейчас о наших Николаевских мастерах, это относится и к Херсонцам, и к Одесситам. И вот работая рядом, работая, кстати, часто над одним и тем же мотивом, художники, естественно, видят природу по-разному, разные акценты делают на, казалось бы, одинаковые уголки этой природы. И вот эта, кстати, выставка очень хорошо это показывает. Кто-то акцентирует внимание на, собственно, воде. Вот мне очень понравилась работа, вот она здесь прошла, Татьяны Купцовой. Художник опытный, известный, она мыслит картинно и создает уже такой, знаете, очень полный, объемный образ раскрепощенной морской стихии. Кто-то работает еще несколько робко, потому что чувствуется, как бы изучая природу, вот, и, так сказать, намечая какие-то ее основные акценты, вот, акценты мотива. Поэтому вот разные здесь работы. Но главное, главное, то, что художники, в первую очередь, и все, без исключения, стремятся передать вот свое непосредственное видение природы, без каких-то прикрас, без дополнений, без такого, знаете, серьезного, большого картинного анализа. Вот такой этюдный характер работы, написанные за несколько сеансов, то, что отличает вот эти произведения. Хотя не без того, что на основе вот таких этюдов, уже потом, по приезде в мастерской, эти художники завершили то ли этюды, то ли создали законченные произведения. Там сначала этюды работали. Да, вот, этюды, а потом уже законченные произведения, включая, как вы видите, вот, и фигуры людей, вот, рыбаков и так далее. Вот прекрасный какой большой, такой мощный пейзаж, вот кусочек, да, вот этой морской стихии такой великолепный. Да, Кинбурн действительно является таким великолепным, как источником вдохновения для художников. И вообще, я хочу сказать, что наша область богата такими местами. Ну, конечно, Кинбурн – это номер один, да. Это особенная природа. Особенная природа. Вот это вот, вот эти рыжие, сожженные, вот эти вот травы. Степь, 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 да. Степь на берегу, рядом с морем. Да, конечно. Я должен сказать, что, вы понимаете, там, как раз в это время, они, вот они эти свои этюды приносят вечером, они разбредаются по всей косе. И мало кто знает, ну, правда, они оставляют, наверное, телефонные номера своих, где их потом искать, да. А вечером приходят, и они… Показывают друг другу. Показывают друг другу, но дело даже не в этом. А дело в том, что они приносят еще и грибы белые с собой. И вот получается, как будто бы они собирают и этюды эти, и грибы. Часто у них вот здесь тоже было видно, грибы тоже попадают на холст. На холст, да. Да, есть еще, видите, так сказать, Пальму переденства у Дюмина отобрал другой предприниматель, Водотурский. У нас нет по этому поводу сюжета, но такая выставка тоже проходила, тоже великолепная выставка. Оказывается, Кенбургской косе, ну, всего, всем хватает, правда же? Главное, чтобы были такие люди, которые имеют кошелек непустой, которые просто бедным художникам могли бы накормить их, поселить, так сказать, и сделать такое удовольствие. Потом, как вот сказал господин Дюмин, эти картины он будет не для себя все это, а где-то будет каким-то образом тоже на аукционах выручать и кому-то отдавать по этому поводу. Это тоже благотворительная такая акция. Так вот, я говорил об Андрее Водотурском, который организовал такой же фленер на Кенбургской косе, а в этот раз еще подключился в благотворительность еще один человек. Юрлов, наш коллекционер, предприниматель, будем так говорить, который собирает и продает, перепродает эти картины, произведения искусства. И дарит. И вот как раз вот момент дарения в музее Верещагина мы сейчас и посмотрим. Пожалуйста. Это был такой художник Семенов. Он великолепный портретист был. Вот он умеет, видите, всегда портрет это в первую очередь глаза. Конечно, композиция имеет значение, правда, Наталья? Я не ошибаюсь, но как раз глазам так написать, чтобы они выражали душу. Это художник... Здесь не только Семенов, но и Махервакс. Махервакс, да. Работает Александр Матвеевич Махервакс. Махервакс, да, тоже художник. Их сейчас нет в живых с пухами. К сожалению, ни одного, ни другого. Но и вы, и я знали этих людей, правда же? Да, конечно. Я помню хорошо, Семенов находился у него... Мастерская находилась такая простейшая в подвале напротив нынешнего областного ЗАГСа. Где-то там. Я был там у него. Одна женщина из Очакова, какая-то начальница, попросила меня, чтобы... Она хотела преподнести подарок для какого-то там своего, так сказать, на день рождения кому-то. Она говорит, вот у меня огромные фотокарточки, я ничего не могла от него достать, чтобы для него это был презент. Я взял эту фотокарточку, пошел к Семенову, да, и он посмотрел и сказал, хорошо, я сделаю. Вот, понимаете, он только посмотрел вот на эту нечеткую фотографию, он сразу определил, увидел как художник, характер человека. Да, вы правы, потому что он великолепный рисовальщик был, мы это видели. Да. Вот сейчас в работах. И живописец отменный. И вообще, ведь и Махервакс, и Семенов у нас уже были известны до того, как образовался Николаевский союз художников, Николаевское отделение союза художников. Это вот 60-е годы. И, в принципе, Семенов был ведущим портретистом в Николаеве в те годы. Я не могу сказать, что и после образования Николаевского отделения союза художников, так сказать, его роль снизошла на нет. Нет, он работал активно. И вот вы вспомнили этот эпизод. А вы? А я знаю, когда, как всегда, перед праздниками большими, майскими или октябрьскими, авральная ситуация, и вы знаете, как город наш, особенно площадь бывшая Ленина, преображалась портретами представителей политбюро. Это же надо было иконостас делать, да? Да, вот это, да, это писал Александр Иванович. Не только он, конечно, но он, как вот такой ведущий портретист. Кстати, вот недавно хочу упомянуть, в конце 16-го года, в декабре, семья Михаила Ивановича Никитина, тоже нашего известного художника, передала его работы. И вот хочу сказать, что и Никитин был великолепным портретистом. Махервакс тоже самое. Причем Махервакс, Александр Матвеевич, вот показывали здесь его работы, которые сейчас хранятся. В музее. Он великолепно работал пастелью. Это очень интересная техника. Причем портреты писал пастелью, пейзажи. А у него мастерская была в его доме, наверху. И он всегда рисовал панораму в лесках. Панораму, значит, лесков с деревьями, с крышами. Домо, вот этот частный сектор очень любил. Вот, это наши замечательные художники. Я говорю, вот тот золотой фонд художественной культуры, истории Николаева, который мы не должны забывать. И вот хорошо, что в музее вот хранятся эти работы. Это великолепные портреты. Вот скажите, когда, вот чем пополняется наш музей Верещагина? Какие работы могут туда попасть в качестве дарения, в качестве случайного? Какой уровень приема туда поступления работы? Ну, во-первых, уровень, конечно, профессиональный. Это естественно. Вот, а вот очень хорошо, что наш музей уже много лет собирает произведения, хранит, экспонирует николаевских художников. Это самая большая коллекция вот николаевских художников в музее имени Верещагина. Конечно, как говорят дарителям, дарят все. А если музей отбирает, то отбирает, конечно, законченные профессиональные произведения искусства. Ну, в принципе, вот то, что поступило вот за последнее время, действительно, вот я была тому свидетелем в декабре, когда передавались произведения, наследники передавали произведения Никитина. Это, да, говорит о том, что музей любят, уважают, он пользуется доверием, и, соответственно, наши николаевские художники передают туда, или родственники уже, увы, ушедших из жизни художников, передают туда произведения наших местных живописцев, скульпторов, графиков. Вот это приятно. Вот вы знаете, мне всегда бывает немножко досадно, может быть, я это не очень понимаю, начиная там от Эрмитажа, Лувра, и любым каким-то обыкновенным, даже районным музеем, есть такое понятие запасники. Вот в этом музее Верещагина тоже есть. Конечно. Выставлено там где-то, наверное, процентов 10-15 всего лишь. То, что имеет этот великолепный музей Верещагина, единственный не только на Украине. Но там то, что находится в запасниках, оно, если появится, то в какой-то сборной выставке, которую выставят. Или вспомнят к какой-то дате, это сделают. И вот мне кажется так здорово, что все-таки придет такое время, когда уже сейчас вот IT-технологии, сейчас эти компьютеры, все на свете. Что-то такое будет, такое, что можно будет, зайдя в музей, увидеть и живые экспозиции, которые находятся в залах, и то, что находится, пусть не все, но то, что находится в запасниках. Интересно, да. Правда же было бы это здорово, да? Ну хорошо, теперь еще разговор вот о чем. Еще одна была выставка. Выставка совершенно необычная. Я начинаю, я поучаствовал в этих пленэрах с самого начала, первый раз я увидел и снимал то, что делали, организовали это Володя и Таня Бахтовы, Дом Бахтовым так называется. Они пригласили к себе художников, с которыми исповедуют какие-то определенные свои эстетические принципы, я так понимаю. Это немножко показалось странным для всех остальных художников, но ничего страшного, мне так кажется, нет, потому что, ну и пусть будет так, пусть. И вот они в этот раз сделали такую вещь. Они взяли, пригласили детей, которые тоже рисуют. И вместе вот взрослые художники и детки, и вместе они начали писать картины. Первый раз, значит, когда это было прямо там в Невольве, в Парутино, во дворе Бахтовых, там просто эти планшеты разложили на полу, на траве, где угодно, и дали им много краски и холсты, и говорят, делайте что угодно. Так они не то, что там уже кисточками возили, они уже ходили пешком, басыми ногами по этим картинам, а потом художники взрослые как-то все это дело организовали, и получилась хорошая выставка. Вот сейчас то же самое они сделали в муниципальном зале. Они опять начали вместе все это рисовать, да? Но те картины, которые они написали в Парутино, уже не сели на стенах. Давайте посмотрим эту выставку, и, пожалуйста, прокомментируйте. Вот эти работы, созданные совместно профессионалами и детьми. И я вот, вы говорите, что некоторые художники не поняли, почему подбор художников такой профессионалов был. Дело в том, что мне понятно, потому что и участники, взрослые художники, участники этой выставки, вот Дима Молдаванов, и Маркетан Алексей, и Виктор Покиданец, это вот те художники, которые работают вот в таком ключе. Дело в том, что вот создают такие несколько невероятные, сказочные, неожиданные образы, которые отличаются, или, вернее, не похожи на, так сказать, природные формы, или отдаленно похожи. Это, в общем-то, то, что сродни и детской психологии, и детскому вот такому воображению, впечатлению. Поэтому вот такое очень интересное единство творчества зрелых, опытных, профессиональных художников и молодежи. И мне кажется, здесь было очень естественными. Вот Алексея Маркетана работа, это под его авторством работа идет. Здесь детей не было, это его чисто работа? Да, это его работа. А где-то здесь совместные есть работы, есть чисто детские вот какие-то работы. Есть действительно совместные, и они по-своему очень интересные, потому что художники отчасти как бы стали на уровень детского восприятия образного и цветового, и работают вот таким чистым, открытым цветом, создают такие, ну, будем так говорить, не совсем правильные с анатомической точки зрения, какие-то образы, невероятные образы, фантастические. Вот рисуют. Причем детская психология очень интересная. Вот линию провел. Как тебя зовут? Алиса. Ой, Алиса, что это за картина у тебя будет, а? Полянка. Полянка? Да. А на полянке что ты нарисовала? Лошадь, собаку, цветочки, бабочки, кузнецикам. Кузнецикам. А ты что нарисовала? Как тебя зовут? Я Даша. Даша? Да. Сколько тебе лет? Нет, четыре. Ну, покажи мне, как ты рисуешь. Вот покажи. Я цветочек. Ребят, прямо вот. Собачки. А я посмотрю. А я посмотрю. Полина, что ж ты рисуешь, а? Слона. Слона, а вот все вместе слон будет и где? В каком интерьере, а? Я знаю, какой. Ну, в болотном. В интерьере... Где? Слона и слоников. Ну, хорошо, а где слон находится? На лужайке или в зоопарке? Где он находится? В зоопарке. А тут говорят, что на лужайке. А лужайку ты видела такую хоть раз в жизни или нет? Нет, мы рисуем сказочную. Ну, понятно, Наташа, что взрослые художники показали, что они имеют, не расстреляли детское восприятие действительности. Ну, а дети есть дети. Вот скажите, что из этого можно записать положительно сюда, в актив, а что все-таки имеет какую-то проблематику? Ну, конечно, больше здесь положительного, бесспорно. Вот, единственное, на мой взгляд, конечно, это такое детское творчество, потому что я видела вот здесь, в этом ролике детей, там, дошкольного и младшего школьного возраста. А, например, вот на выставке, к сожалению, ее не показали здесь, во Дворце судостроителей нашим областном. Там работы... С которой вы только вернулись. Да, да, да. Вы сегодня были под ней, да? Да, там 14-15-летних детей. То есть это уже довольно большие дети. И вот меня просто заинтересовало, а имеют ли эти ребята, ну, вот, базовое художественное образование, ну, например, наше традиционное, то есть школы художественные, студии художественные. Почему? Потому что, ну, вот, или это действительно вот такой эксперимент, который длится несколько лет, допустим, который осуществляет дом Бахтовых, эти художники, и те же художники, кто вот представил свои работы на этой выставке во Дворце судостроителей. И ребята, они воспитывают, будем так говорить, в своем ключе, в своем видении мира, образов и так далее. Вот для меня здесь немножечко вот как-то, может быть, я, так сказать, сложно говорить, не видя другие работы участников этой выставки, я имею в виду детей работы, потому что тема выставки и, соответственно, ее решение вот такое, которое есть, вот, но вот меня заинтересовало, а ребята эти посещают ли художественную школу или художественную студию, и в данном случае получили или получают вот такое систематическое художественное образование. Вообще это очень, ну, всегда вот я думал, ну, как же, вот тот же Антонюк, он же о своем учителе, который в Одессе когда учился, он же так великолепный, о том, который в Первомайске там его учил. Когда наступают одним, если пару слов сказать, тот момент, когда учитель, что он должен сделать над талантливым учеником, чтобы не помешать ему потом найти свой почерк, найти себя, свой почерк, свою технику писания, все свое, но все-таки что-то же ему надо вложить на всю жизнь, правда же? Но все художники выходят из школы, из художественной школы. Я имею в виду школы не как учебное заведение, а школы как система подготовки художников. Вот в этом плане меня вот это интересует. Но я думаю, это разговор не сегодняшней нашей передачи, это интересный вопрос, конечно. Ну вот давайте мы сегодня закончим разговор в этой передаче, а следующую передачу поговорим вот на эту тему. Спасибо, что пришли, до свидания, до встречи. Спасибо. И вам всего хорошего, дорогие.